Социально-экономическая траектория развития России, категорический императив бытия во времени и пространстве. Конференция под таким названием открылась в Тверском госуниверситете. В течение двух дней ученые из многих вузов нашей страны и не только будут зачитывать доклады и дискутировать на темы экономики и сопряженных с ней наук. Ставшая уже традиционной научно-практической конференцией в этом году посвящена памяти бывшего декана экономического факультета ТВГУ Виктора Александровича Петрищева. Во многом благодаря ему нынешний институт экономики и управления стал солидной структурой, которая в состоянии организовывать столь представительные форумы, что не всегда могут позволить себе, например, в Ярославском госуниверситете, представители которого с радостью приезжают в Тверь. Каждый раз мы отсюда уезжаем очень заряженными, с какими-то новыми мыслями, с какими-то новыми идеями, которые хочется нам привнести к себе. Мы тоже стараемся заниматься научной работой, конечно, несомненно, потому что для нас, преподавателей, научная работа – это одна из важнейших составляющих нашей деятельности. Поэтому отсюда мы всегда уезжаем подпитанные. География участников в этом году, как всегда, велика. От Балтики до Сибири плюс зарубежья. Тематика докладов и выступлений также самая разная. От зарплатного неравенства в Тверской области до проблемы роста госдолга США. Не обошли вниманием и санкционную войну, которая стала одной из причин нынешнего всемирного экономического кризиса. Впрочем, эксперты уверены, что, как и предыдущие, он так или иначе сойдет на нет. Вот сейчас нам то же самое установили потолки цен, например, на нефтепродукты. Они также точно преодолеваются мировым черным рынком и параллельными схемами. То есть, если даже санкции не будут отменены, экономика свои естественные пути выхода из этого будет искать и находить. Конечно же, основные участники конференции – это профессора, доценты и кандидаты экономических наук. Но при этом на заседаниях секций можно увидеть представителей и молодого поколения. Важно очень не только для профессоров, не только для ученых, но и для студентов и для аспирантов, которые интересуются и озабочены той ситуацией, в которой оказалась сейчас наша страна именно в глобальном плане. Как говорят участники конференции, без теории нет практики. Однако это не значит, что ее результаты так и останутся достоянием факультетов экономики. По крайней мере, в Тверской области применяют на практике идеи, высказанные на предыдущем форуме. Например, в прошлом году на конференции рассматривался проектный подход как приоритетный в деятельности органов публичной власти. Совсем недавно на коллегии Министерства экономического развития нам было представлено Минэком новый порядок разработки государственных программ, которые тебе представляет портфель проектов. Поэтому хочется надеяться, что и нынешние дискуссии внесут свою лепту в разработку шагов по преодолению проблем в экономике, как на федеральном, так и на региональном уровне. Например, у нас в Тверской области, которая, как явствует из одного из докладов, так страдает от зарплатного неравенства.